Всем привет, это Андрей Курейчик, а вы на волнах альтернативного блоговидения. Спасибо огромное всем, кто поддерживает, ставит лайки, комментирует. Особенно спасибо тем, кто поддерживает издательство книги «Обиженная Беларусь». Я вам очень-очень лично, искренне благодарен. Друзья мои, наша прекрасная революция всегда имела женское лицо. Вы помните потрясающую троицу, которая подняла на дыбы всю страну. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкала. Ну просто как, не знаю, ангелы спустились с небес в этот белорусский колхозный ад. И взбудоражили это несчастное, взятое в плен население. Население. Население вышло на улицы, мы увидели миллионы людей на улицах, мы увидели миллионы людей, которые принимают самостоятельные решения, миллионы людей с белыми лентами, миллионы людей, голосующие за Светлану. И, в общем, так все и пошло. Как ни странно, мужчинам это не удавалось. Вот удалось женщинам. Сейчас, когда наступила новая фаза, очень тяжелая фаза нашей революции, когда в контрнаступление перешло вот это тоталитарное государство, опять, как ни странно, два женских лица определяют повестку борьбы. Так получилось. Но одно из них это все та же Светлана Тихановская, национальный лидер, избранный национальный лидер, как написано у нее на сайте, и как в качестве которого принимает ее весь мир, она ездит как избранный национальный лидер, еще не вступивший в должность президент, но уже избранный. Имея достаточно серьезную легитимность по результатам выборов, по результатам подсчета голосов в системе «Голос», по результатам вот ее собственной вот этой инициативы про переговоры на платформе «Голос». Второй центр такого лидерства политического, тоже женский, это политик Ольга Карач, вокруг которой сгруппировалось достаточно большое количество блогеров, которая создала целую такую свою собственную медиа-империю и имеет совершенно другую альтернативную точку зрения, альтернативное видение на то, как должна победить революция. И это альтернативное видео можно определить одной фразой. Это день Х. Значит, вот они два политических у нас теперь центра, таких достаточно самостоятельных, находящихся в естественной конкуренции, друзья мои, тут ничего не поделаешь, потому что если два разных видения, соответственно, они сталкиваются, соответственно, каждый отстаивает именно свою точку зрения. Были, наверное, какие-то попытки объединиться, во всяком случае и одни, и другие про это как-то намекают, не получилось, я думаю, в силу разных причин, прежде всего в силу того, что каждый из этих политиков действительно считает себя настоящим лидером революции. Кто имеет на это право, кто не имеет, решать сами, если я не буду оценивать, кто лучше, кто хуже, да и не в этом дело. А дело в том, что мы попали в удивительную ситуацию со Светланой Тихановской и с Ольгой Карач. Или Карач, не знаю. Ситуация заключается в следующем. Обе эти прекрасные женщины сделали ставку на месяц май. И дали нам, белорусскому народу, достаточно серьезные обещания и гарантии про этот месяц май. Штаб Светланы Тихановской и Светлана Тихановская фактически пообещали, что в мае будут переговоры. Переговоры с Лукашенко или с кем-то из окружения Лукашенко, или с кем-то из представителей Лукашенко о том, что Лукашенко уходит от власти, как они говорили, и объявляются новые президентские выборы. Это было обещано, вслух сказано, очень много раз проговорено. Этот нарратив, это обязательство в какой-то степени штаб взял на себя достаточно официально и громко. Условием для этого должно стать освобождение политзаключенных. Вот сейчас начало мая. Впереди не так много времени. Пока не сильно просматривается не освобождение политзаключенных, наоборот, берут новых. Вот сегодня схватили прекрасного челюстного хирурга Андрея Любецкого, мужа той самой Любецкой, которая уехала из Беларуси по делу Макара. Ну и остальные сидят, никого не освободили. Но тем не менее, обязательства взяты, и люди ждут их выполнения. Не менее амбициозные обязательства взяла на себя и Оля Карач. Даже, я бы сказал, может быть и более амбициозные, потому что она обещала организовать в мае, или в самом крайнем случае, в начале июня, знаменитый день Икс, то есть остановить страну. А это в ее представлении такая история, что страна, мы все в ней участвуем, но основное, конечно, действие производят некие люди, с которыми у нее есть договоренность, контакт, связь. А мы останавливаем страну. В последнем стриме она вообще дала удивительные советы, например, не выбрасывать бутылки стеклянные, собирать бутылки стеклянные, не выбрасывать шины. Да, она сказала, все это моим людям может понадобиться, или кому-то там из нужных людей может понадобиться. Закупите то, закупите все. Вы помните, это несколько стримов подряд. У меня, правда, было даже подозрение, что Оля работает на белорусский ритейл, пытаясь продать излишки продукции или не ликвида, да, всяких там спичек, не знаю, керосина и прочей залежалой продукции, круп, вот. Она таким образом помогает это все, от этого избавиться. Но, ладно, не в этом дело, а дело в концепции. Концепция такая, что остановить страну, и пока Лукашенко не уйдет, эту страну нельзя запускать заново. Остановить, значит, не будет ездить транспорт, может не работать электричество, плохо работать, может, интернет или не работать совсем, не будут работать предприятия, организации, учреждения и так далее. Это амбициозно, мягко сказано. Амбициозно. В этом они абсолютно альтернативны. Светлана со своими переговорами в мае и Ольга Карач со своим Днем Икс в мае. Я желаю, конечно, как и мы все, наверное, успеха им обеим. Мне хочется, чтобы в мае прошли переговоры, и Лукашенко сам объявил о своем уходе и новых выборах. Мне этого хочется, я в этом поддерживаю Светлану и поддержал на платформе голос, как и 800 тысяч человек. Мне хочется, чтобы сработал Днем Икс. А чем плохо? Пусть остановится страна, Лукашенко уйдет, мы ее запустим заново. Дай бог вам успеха, Ольга Карач. Но что-то внутреннее мне подсказывает, что-то вот какой-то червячок мне подсказывает, друзья, что сначала не состоятся эти переговоры, и это будет триумф Ольга, и, короче, конечно, она там потопчется, потопчется и по, так сказать, издевается. А потом как-то сам собой отложится и Днем Икс. И тут уже потопчется по Ольге штаб Светланы Тихановской и все вокруг них каналы. И окажется, что обе эти прекрасные женщины, лидеры нашей политической сферы, зачем-то дали обещания, которые не в состоянии выполнить, и за которые придется обеим извиняться перед людьми и перед белорусским народом. Я вот хочу спросить у вас, дорогие зрители, как вам кажется, кто из них извинится? Первый вопрос. А кто из них переложит вину на других? Второй вопрос. И лично вам кажется, какая концепция реалистична. Вот реалистичней. Я скажу, что лично для меня, как для альтернативного блогера, обе эти концепции, ну, из разряда фантастики или сказок. Зачем они были озвучены и приняты, я не знаю. Но обе. Концепция переговоров. Вот зерно, который, этот такой политический борщевик, попал на благодатную почву от Владимира Мацкевича, методолога, от которого, как известно, надо или держаться подальше, или делать наоборот. Но тут не послушали, и этот борщевик попал на очень благодатную почву, которая международной вот этой жизни, международной деятельности штаба Светланы Тихановской, и там пророс. Почему он туда попал, и почему он там так пророс таким пышным цветом? Вот эта вся тема переговоров. Потому что она бесконечна. Она позволяет, как правильно сказал Франок, Вечерка, делать встречу за встречей, конференцию за конференцией, круглый стол за круглым столом, экспертную группу за экспертной группой. И это бесконечно. Это как ремонт, это процесс. Подготовка к переговорам, это бесконечный процесс. Он может длиться год, два, три. И в общем, можно дожидаться естественным образом, пока Лукашенко, не знаю, в 77 лет не откинет коньки. А потом прийти и сказать, ну мы вот тут готовились, но у нас все еще легитимный лидер, у нас все готова команда, мы готовы взять власть. Спустя 15 лет. И при этом, все эти 15 лет, действительно, чем-то очень активно заниматься. Очень энергично чем-то заниматься. С другой стороны, Ольга Карач, которая понимает, что надо как бы все время делать вид, что у нее гигантский ресурс в Беларуси, чуть ли не, не знаю, армия, чуть ли не вот какой этих, во главе с доктором Злощегельским, значит, и Федута Зинковичем, а прям какая-то тайная, невероятной широты, инфраструктура борьбы, значит, которая задействуется ровно в тот день, но каждый раз этот день будет куда-то отодвигаться. Вот-вот, вот уже, мы еще воды закупите, еще спичек закупите, еще купите, не знаю, прокладок и керосина, свечку поставьте, ну, чуть-чуть, но решили перенести еще на месяц, или еще на неделю. И этим она будет держать напряжение, как бы всю страну, приковывать внимание к своему блогу, и при этом, как бы, говорить, ну, мы тут вот из-за того, что опасно, или из-за того, что не получается, или еще за чего-то, чуть-чуть это все переносим. Да, это тоже позволяет держать внимание, держать ресурсы, держать мобилизацию, и при этом ничего особо так не проводить. Поэтому, оба эти варианта для меня фантастичны, хотя, если бы сказка могла сделаться, были, я бы выбрал, честно говоря, вариант Оли Карач, потому что я в принципе не считаю переговоры с преступниками какой-то правильной идеей. Ну, лично для меня. Ну, я не знаю, о чем разговаривать с людьми, которые так себя некрасиво ведут. Вот. Проще уже тогда идти через действительно некую широкую протестную активность. Как мне кажется, это правильно, потому что это мобилизует людей, это людей заряжает, это людей делает ответственными. А вот эти темы переговоров делают людей абсолютно безответственными, потому что они просто их ждут. Просто их ждут. Тем более, тут надо отдать должное, штаб Светланы Тихановской не объявляет никаких акций в поддержку этих переговоров после вот этого голосования. Никаких, вот ноль вообще акций каких-то реальных с тем, чтобы вот это давить, принуждать переговорам. Ни одной акции. Общенациональный. Штаб не объявил, не объявляет и, видимо, не собирается объявлять. Вот. И люди по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы, естественно, остывают. Остывают. Хотелось бы, конечно, какого-то смешения этих двух концепций, но, видимо, дамы не договорятся. Что-то мне подсказывает. Хотя все может быть, но посмотрите, мы тоже скептически относились к возможности объединения штабов Бабарико, Ацепкало и Тихановского, а Маша, Вероника и Светлана за 15 минут все договорились, объединили силы и победили. Ну, то есть, бывает. Бывает, если есть большое желание. Но пока вот идут вот эти, это как бы, что ли, конкуренция идей великих, великих идей, и пока мы все в мае замерли и ждем от каждой из этих двух невероятного результата, мне кажется, можно обратить внимание и на очень скромную, но самую действенную пока и внятную концепцию или предложение просто от Павла Латушка погулять 9 мая. Если это будет, конечно, не запрещено прямо, там не выйдут какие-нибудь указы, декреты, что 9 мая люди должны оставаться по домам, если этого нет, а наоборот, ну, как бы, 9 мая обычные минчане всегда выходят на салют, на ярмарки в центре города, на концерты военной песни и так далее, обязательно надо выйти тоже на эти концерты военной песни всем, потому что мы должны научиться узнавать друг друга по энергии, без плаката, без флага, мы должны чувством локтя узнавать людей, которые за перемены, их большинство, это абсолютно энергетическое такое соединение, не надо для этого нам, знаете, эти наклейки я против Лукашенко, достаточно посмотреть людям в глаза, если это будет разрешено, я имею в виду, ну, как бы, центр города будет открыт для каких-то обычных, для этого праздника гуляний, и будут ветераны, конечно, где будут, наверное, будут и какие-то БРСМ-овцы, наверное, будут и какие-то ебатьки, да, ради бога, пусть они будут, но важно выйти нам, обычным белорусам, которые хотят изменений, для того, чтобы узнавать друг друга вот по этой энергии, эта энергия, масс, она ценнее всего, ни заговоры, ни, ну, я не знаю, ни какие-то другие методы, на самом деле, энергия масс, потому что энергия масс, это социология, социология, это легитимность, будет эта энергия масс, ничего ты с этим не можешь сделать, мне тут говорят про то, что если будут такие протесты, ну, протесты, да, не 9 мая, а вообще, именно протесты, в стиле дня Икс, людей будут расстреливать на улицах из пулеметов, по этому поводу у меня есть очень подробное и внятное мнение, но расскажу я его сегодня на стриме в 19.30, уникальном нашем интерактивном стриме в рамках альтернативного благовидения, где у нас будет интерактив, общение и будут вопросы к вам, вопросы ко мне, пожалуйста, присоединяйтесь в 19.30 на канале альтернативного благовидения, поддерживайте, пожалуйста, мою книгу, я буду очень благодарен, всем пока, это был Андрей Курейчик.